Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital! Меня зовут Дарья, и сейчас вы увидите видео-дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. В ноябрьском выпуске журнала Office Life главный конструктор высокоскоростного транспортного комплекса ЗАО «Струнные технологии» Сергей Артюшевский рассказал о стратегии развития струнного транспорта и прокомментировал состояние разработки конкурентов из Hyperloop. В новом видеоинтервью главный конструктор грузового транспортного комплекса Skyway Дмитрий Тихонов рассказал об отличительных особенностях применения и многих других аспектах создания и эксплуатации нового комплекса. В интервью белорусской газете «Звезда» Анатолий Юницкий рассказал об особенностях разработки новой транспортной технологии, гуманистической идеи, которая стоит за струнным транспортом, а также его конкурентных преимуществах перед другими концепциями мобильности. Об использовании технологии Skyway для инфраструктурного развития Севастополя высказался президент Крымской академии наук, председатель Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Виктор Тарасенко. Приглашаем инвесторов и партнеров Skyway Capital на конференцию в красивый старинный русский город Тверь, который состоится на следующей неделе, 13 ноября. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. В ноябрьском выпуске журнала Office Life вышло интервью с главным конструктором высокоскоростного транспортного комплекса ЗАО «Струнные технологии» Сергеем Ратюшевским. Высокоскоростной «Юнибус» — первое детище конструкторского бюро, которого возглавляет Сергей, был презентован в сентябре на выставке в Берлине, а сейчас готовится к прохождению испытаний. В своем интервью главный конструктор рассказал о стратегии развития струнного транспорта, сложностях в развитии инфраструктурных технологий, а также прокомментировал состояние разработок у конкурентов из Hyperloop. Вот что сказал Сергей. «Много шума, но мало толку. Не очень продуманная концепция в первую очередь, потому что инженеры стараются любыми способами достичь максимальную скорость и при этом не думают о том, как будет себя чувствовать пассажиром. Нет понятия о нормальном центробежном ускорении, не продумано решение проблем тепловой деформации, да и безопасность такого транспорта пока еще под большим вопросом. Ссылку на полную версию интервью вы сможете найти на нашем сайте». Сооружение объектов экотехнопарка SkyWay всегда вызывало интерес партнеров проекта, а их завершение особенно. Мы освещали ход строительства грузового транспортного комплекса струнного транспорта Юницкого, и пришло время презентовать объект. В грузовом транспортном комплексе SkyWay инженеры компании применили целый набор нестандартных решений, предложенных генеральным конструктором Анатолием Юницким. Эти решения призваны повысить производительность системы в сравнении с конкурентами, например, классическими конвейнерными лентами. Во-первых, Юнитранс представляет собой своего рода непрерывный поезд. Погрузочная лента в нем движется на колесной паре по стальному рельсу, что повышает устойчивость и сохранность груза, а также минимизирует потери энергии. Во-вторых, в Юнитрансе применяется двигатель внешнего привода, который позволяет строить грузовые комплексы без ограничений в длине. В-третьих, поворотная схема разгрузки Юнитранса дает возможность экономить время на микрологистике, что в крупных масштабах экономит много времени, а значит и денег. В новом видеоинтервью главный конструктор этого проекта Дмитрий Тихонов рассказывает об отличительных особенностях применения и многих других аспектах создания и эксплуатации комплекса, о его подмижном составе и путевой структуре. Полную версию интервью вы сможете найти на нашем сайте в разделе новостей. В одной из старейших государственных белорусских газет вышло масштабное интервью с Анатолием Юницким. В интервью генеральный конструктор проекта SkyWay рассказал об особенностях разработки новой транспортной технологии, гуманистической идеи, которая стоит за струнным транспортом, а также его конкурентных преимуществах перед другими концепциями мобильности. Вот что говорил Анатолий Юницкий об эффективности струнного транспорта. Есть целый комплекс отличий, в результате чего мы, например, понизили стоимость эстакад на порядок, улучшили энергоэффективность транспорта по сравнению с автомобилем в 5-7 раз. Для выполнения той же работы нужно тратить в 5-7 раз меньше энергии и топлива. Устранили практически все вредные последствия для экологии. У нас нет выхлопов, нет испарений, характерных для асфальта. Нет износа шин и самые мелкие частички резины, как и копоти, не попадают в легкие человека, снижены шумы. Таким образом, мы обеспечили высокую экологичность своего транспорта, повысили его эффективность, понизили себестоимость и стоимость проезда, цену билета. Одновременно повышается доступность транспорта, наши станции будут в городе. Можем сделать города полностью пешеходными, люди не будут гибнуть под колесами машин. Ссылку на полную версию интервью вы сможете найти на нашем сайте. В Севастополе снова заговорили о возможностях инфраструктурного развития, в частности, о возможности строительства метрополитена. Авторы проекта предлагают связать основную часть города с северной стороной линии метро, которая пройдет в том числе под водой через Севастопольскую бухту. Идея создания метро в городе появилась не впервые и уже не раз подвергалась критике из-за особых сейсмических условий региона и дороговизны подобного строительства. О безопасности и целесообразности строительства метро в Севастополе высказался президент Крымской академии наук, председатель Крымской республиканской ассоциации экологии МИР Виктор Тарасенко. Он отметил, что такого рода инфраструктурных проектах имеет смысл рассматривать другие, более подходящие технологии. Вот что он заявил. «Я сторонник того, чтобы построить в Севастополе скайвей для перехода на северную сторону, что будет в разы дешевле метро, безопаснее и экологичнее. Это струнный транспорт, который сегодня становится очень популярен». Виктор Тарасенко также отметил, что уже сейчас ведется активная работа с местными властями, которым предстоит решить, станет ли Севастополь первым российским городом с транспортом в Скайвей. Подробности развития проекта Skyway в Севастополе вы можете узнать на нашем сайте и в личном кабинете в разделе новостей. Уважаемые партнеры и инвесторы, приглашаем вас принять участие в региональной конференции Skyway Capital в Твери. Мероприятие состоится в уютном конференц-зале торгового дома «Тверь. Геофизика», расположенном по адресу город Тверь, проспект Чайковского, 28.2. Начало конференции в 19.00 по московскому времени. Приглашайте своих потенциальных партнеров и инвесторов на это полезное на практике мероприятие. Ознакомившись с проектом Skyway Capital, они получат квалифицированные ответы на возникшие вопросы о спикерах компании и организаторов конференции. Узнать подробную информацию о мероприятии, зарегистрироваться и оплатить участие вы можете в вашем личном кабинете в разделе «События» на странице международных конференций. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway — это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.